Сейчас мы направляемся, получается, на автодорогу Носултан-Петропавловск. Это выезд в сторону города Петропавловск, Скокштал. Там у нас, получается, расположен карьер по добыче инертных материалов. Сейчас перед нами стоит такая задача, именно вот поехать совместно с инспекцией транспортного контроля, это осуществить выезд, рейдовый, скажем, такой выезд, по выявлению большегрузов на автодороге, которые ездят по дорогам республиканского и областного местного значения с превышением нагрузки на ось. Для каждой машины есть своя норма. Для трехосного транспортного средства общая масса должна не повышать 25 тонн. Осевые здесь идут тоже нагрузки, не более 8 тонн на каждую ось. Также бывает еще и в весеннем палатке период, тоже идет ограничение. Там уже ограничение идет и снижается и на общую массу, и осевые тоже еще. Обычные КАМАЗы сколько проводят? Обычные КАМАЗы до 10 тонн могут загрузить грузы. Между осями все распределено равномерно? Ну, общую грузу они могут загрузить 10 тонн ориентировочные. Есть моменты, которые... Бывают, да. В основном сейчас у нас не соблюдают нормы. Это машины китайского производства тяжеловесные, которые загружают машины сверх нормы. Сколько таких правонарушений были бы явлены? За этот год, с начала года, именно по тяжеловесным транспортным средствам было составлено более 60 материалов и наложен штраф на сумму свыше 13 миллионов. Что я могу добавить? Неся непосредственно смену, ребята останавливают транспортное средство, проводится проверка всех сопровимых документов, завершение транспортного средства. На данный момент вы наблюдаете скопление транспортных средств, которые гружены инертиматериалами. Остерегаясь правонарушения, они вот, видите, стоят и ждут, пока ребята отъедут, либо закончится смена. Итак, друзья, данная машина оказалась перегружена. Сейчас полицейские подсчитывают, сколько тонн приходится на одну ось, но уже сейчас стало ясно, что машина перегружена. На водителя данного транспортного средства будет составлен административный протокол.